МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Штейнер Евгений Семёнович, доктор искусствоведения, профессор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, профессор-исследователь при Центре изучения Японии Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета, специалист по искусству 19-20 веков, автор нескольких книг по русскому авангарду, в том числе перевода исследования «Победы над солнцем» на английском языке. Приветствую всех. И давайте продолжим наши беседы. Накануне мы с вами говорили о контексте художественном и культурном оперы «Победа над солнцем», главного футуристического произведения, чьё столетие мы отмечаем в декабре нынешнего года. Сейчас настало время более пристально посмотреть на представления, эскизы декораций и главный текст. Начнём с либретта. К представлению была напечатана небольшая книжечка с эскизом Казимира Малевича, который изображал с собой задник к одной из сцен постановки. И рядом я показываю его работу. Портрет Михаила Матюшина, созданный примерно в это же время, портрет композитора, созданный в такой футуристической или, скорее, кубистической манере. Начать следует с роли Матюшина, поскольку он композитор, он главный. А мне он также симпатичен тем, что его роль оказалась самая заглушённая и в прямом и в переносном смысле после ярких, взрывающих мозг эскизов костюмов Малевича, после навевающих полный ступор текстов Хребникова, музыка Матюшина звучит, может быть, не столь заметно, а точнее она вообще не звучит. Как я уже говорил, ноты были долгое время потеряны, существовали только во фрагментах, а то, что можно воспроизвести, слушать невозможно. Это была чрезмерно авангардная музыка, которая, впрочем, может быть, сейчас и не покажется столь радикальной, но к наслаждению этой музыкой художественные вкусы в значительной степени ещё не подошли. Поэтому я показываю просто образчик нот Матюшина и комментарий Малевича, который говорил, что звук Матюшина расшибал налипшую, засаленную аплодисментами кору звуков старой музыки. Собственно говоря, о музыке как таковой здесь не сказано. Сказано очень определённо о том, что было раньше. Раньше, ясное дело, было плохо. После этого, ещё перед закрытым занавесом, выходил чтец, эту роль исполнял автор основного текста Алексей Кручёных и читал пролог, написанный Хлебниковым. Я говорил, что во время Всероссийского съезда боячей будущего на даче у Матюшина Хлебников отсутствовал в силу трагикомических обстоятельств. Он то время гостил у своих родителей в Астрахани, дело было летом, и, собравшись ехать в Петроград, Петербург, простите, ещё в 13-м году, он решил искупаться на дорожку и нырнул в пруд, зажав приготовленные деньги в кулаке. Попавший в воду, кулак рефлекторно рожался, деньги упали на дно, ныряние не помогло, и ехать в столицу было не за что. Всероссийский съезд боячей будущего прошёл без Хлебникова. Что не помешало ему подключиться к работе? И вот пролог, который он написал на новом революционном языке, из которого я попробую вам немного прочесть. Слова здесь большей частью придуманы им самим, но, тем не менее, если вдуматься и вчитаться, они довольно просто семантизируются. Или не просто, но, тем не менее, наделяются неким смыслом. Итак, «Чернотворские вестучки». Люди, те, кто родились, но ещё не умер, спешите идти в созерцок или созерцавель. Повторяю, что этот текст читался перед закрытым занавесом, как это делали ярмарочные зазывалы в свой балаган, призывая толпу к началу представления. И говорит этот текст, «Будетлянин», «Человек будущего». «Созерцавель поведёт вас, созерцебен есть вождебен, сборище мрачных вождей. От мучав и ужасавлей до веселян и нездешних смеян и веселогов пройдут перед внимательными ведухами и созерцалями и глядарями. Минавы, бывавы, пивавы, бытавы и дуньи, зававы, величавы, судьба споры и малюты. Зававы позовут вас, как и полунебесные оттудни. Минавы расскажут вам, кем вы были некогда. Бытавы, кто вы? Бывавы, кем вы могли быть? Малюты, утроги и утравы расскажут, кем будете. Никогда вле пройдут, как тихое сновидение. Маленькие повелюты властно поведут вас. Здесь будут иногда вле и воображавле, а с ними сно и зно. Свероги и песноги утрут слезу. Итак, после такого пролога выходили силачи будущего. Так они выглядели в эскизе Малевича. И два силача не раздвигали занавес, а разрывали его сверху донизу. Интересная деталь. На генеральной репетиции актеры, силачи будущего оказались недостаточно сильными и с первой попытки занавес не разорвали. На представлении это не случилось, потому что они, видимо, хорошенько подготовились. Несколько слов о декорациях, задниках и сценографии, эскизах костюмов Казимира Малевича. Это вполне кубистические работы, в которых сделано все, чтобы скрыть реальные геометрические, точнее, биологические очертания человеческого тела, заменив их жесткими геометрическими конструкциями. Как говорили они сами, в частности, Матюшин, Малевич, помните, отзывался о музыке Матюшина, а Матюшин отзывался о декорациях Малевича. Так вот, Матюшин говорил, опера имеет глубокое внутреннее содержание, издеваясь над старым романтизмом и многопустословием. Вся победа над солнцем есть победа над старым привычным понятием о солнце как красоте. Вот такого рода новая красота, новая эстетика положила, строго говоря, начало зрелому стилю Малевича, ибо через какое-то время, а именно через два неполных года, он дошел до предела логического развития своего художественного видения, до супрематизма и черного квадрата. Вот кратко и бегло, мы посмотрим еще несколько других персонажей в костюмах Малевича. Они были сделаны из сочетания тканей, картона и проволоки, скрывая реальный объем и придавая новые угловатокубистические формы актером. Странный персонаж под названием Нерон и Каллигула в одном лице, в одном теле, похоронщик. Группа похоронщиков будет нести поверженное, убитое солнце. Был такой персонаж под названием внимательный рабочий, некто новый и так далее. Так вот, говоря о текстах, звучавших в опере, певшихся в опере, пролог Хлебникова произносился нараспев, непосредственное же действие актерами выпивалось. Надо сказать, что актерами и певцами служили студенты и большей частью непрофессиональные актеры, с исключением только двух. У них было всего одна или две репетиции, пели они не очень складно и часто не могли попасть в такт музыки, как отзывались зрители. Но это не важно. Важно то, что в текстах звучало заумь. Заумь, которая, как считали авторы, должна была уничтожить движение мысли по закону причинности. Беззубый здравый смысл, как они говорили. То есть это был новый разум, который находится за чертой, который нужно было преодолеть, чтобы войти в новый мир. Какой новый мир? Будет сказано в последнем действии, в последней картине победы над солнцем. Новый технически оснащенный полный машин. Мир без солнца. Надо сказать, что Заумь по-разному использовалась Хлемниковым и Крученых. У Хлемникова было больше, не побоюсь сказать, этого, поэзии и системы. У него было тяготение к архаическим русским словам из славянского единого прошлого, и он искусно соединял вместе части разных слов, к корням присоединял несвойственные им суффиксы или приставки. Крученых же действовал проще. У него было больше аллогизма, меньше словотворчества и больше хулиганства. В итоге текст получился не очень внятным. О чем там шла речь, строго говоря? Это либретто, которое должно помочь зрителям и слушателям понять, о чем поют на сцене. Либретто было само по себе не вполне внятным. Речь идет о борьбе с солнцем, солнце побеждают, потом выступают похоронные процессии с мертвым солнцем, которые несут на носилках, и в последних двух картинах образ прекрасного нового бессолнечного мира, мира будущего. Что это за мир? Это мир, в котором футуристы хотели показать отсутствие упорядоченности, отсутствие реальных логических связей, отсутствие того, к чему все мы привыкли, и что, наверное, может утомлять и раздражать. Так вот, они хотели, и здесь я цитирую Малевича в газетном интервью, хотели превратить мир в хаос, установленные ценности развивать в куски, и из этих кусков творить новые ценности, делая новое обобщение, открывая новые неожиданности и невидимые связи. Собственно говоря, футуризм во многом именно этим и интересен, что из такого рода заявлений даже, а не столько из их реальной художественной продукции, родился большой импакт, то есть воздействие на последующее поколение художников, ну и на то, что получилось. В частности, что получилось у художников? Подобно тому, как поэты разрубали слова на части и соединяли произвольно, хотя часто очень искусно, суффиксы, корни, приставки, окончания, точно так же и живописцы, будетляне или футуристы пользовались разрубленными частями тел. Они это делали точно так же, как речетворцы, пользуясь выражением Хлебникова или поэты, пользовались разрубленными словами, полусловами или причудливыми хитрыми сочетаниями. Несколько слов о том, как была оформлена сцена. Ослепительный свет прожекторов. Декорации Малевича состояли из больших плоскостей, треугольники, круги, части машин, действующие лица в масках, напоминавших современные противогазы. Актеры напоминали движущиеся машины. Это очень интересный момент. Костюмы по рисункам Малевича были построены кубистически, картон и проволока. Это меняло анатомию человека. В то время горячие головы из художников, а также из социальных революционеров выступали против биологического начала в человеке и за создание нового с большой буквы человека. Это было чрезвычайно популярно уже после социальной революции 17-го года, когда все 20-е годы прошли под знаком построения нового человека, чем занимались конструктивисты, художники, архитекторы, которые строили дома, которые строили машины, которые строили в том числе нового человека для нового общества. Далее. Хор похоронщиков, построенный на неожиданных срывах и диссонансах, шел под сплошной могучий рев публики. Это был момент наибольшего скандала на наших спектаклях, с гордостью говорил потом Крученых. И основная тема пьесы это защита техники, в частности авиации. Победа техники над космическими силами и над биологизмом, как я уже сказал. Итак, заканчивая пересказ, замечу, что по отзывам того же Крученых впечатление от оперы было настолько ошеломляющим, что когда после победы начали вызывать автора, главный администратор театра Факин, воспользовавшись всеобщей суматохой, заявил публике из ложи, его увезли в сумасшедший дом. Все же я протискался сквозь кулисы, закивал и раскланился. Писал довольный собой Крученых. И здесь мы перейдем уже непосредственно от того, как это все происходило, к тому, что это могло значить и к чему это вело. Вот черный квадрат, который появился впервые не в картине, а именно в декорациях к победе над солнца. Не сохранился черный квадрат в виде декорации, остался сейчас черный полуквадрат или бело-черный квадрат. Не все эскизы, около двух с половиной десятков только дошли в русском музее, в музее театрального искусства до нас. Так вот, знаменитый черный квадрат, который был конечным и финальным откровением авангарда, и про который говорят и пишут уже без малого сто лет, давая ему самые различные интерпретации, которые я, разумеется, повторять не буду, но у меня есть моя собственная интерпретация, а именно я смотрю на черный квадрат как на тотальное произведение искусства, которое вместило в себя абсолютно все. Сказать все сразу. Это желание всякого художника, но искусство последовательно. Рисуя одну картинку, невозможно на ней нарисовать другую. Это многие художники переходили к сериям, знаменитой серии импрессионистов, например. Если же изобразить все в одном месте, то получается наслаивание одного на другое. Такого рода возможность была рассмотрена в интереснейшем рассказе о Наре Бальзаке, неведомый шедевр, где художник Фрэнхофер в течение десяти лет работал над картиной, которую он никому не показывал. И когда наконец ее увидели после смерти мастера, это была сплошная темная масса, в которой ничего нельзя было разобрать, кроме кончика прелестной женской ножки, выглядывавшей в углу. все остальное было покрыто, писано и переписано разнообразными наслоениями. Сказать все сразу в живописи и оставить живопись живописью, видимо, невозможно. Но это был такой ментально, скорее, чем художественный эксперимент у Малевича, который привел вот к такому радикальному опыту. Картину эту он называл царственным младенцем, младенцем нового искусства, новой эры, новой ментальности. Он размещал черный квадрат на выставке в красном углу на сочленение двух стен как икону. То есть своего рода можно сказать, что черный квадрат для авангардистов это наше все. Вы помните выражение наше все сказал Аполлон Григорьев о Пушкине. Пушкин наше все. Так вот, подобно тому, как Пушкин был наше все и как Пушкин был солнце русской поэзии, черный квадрат можно назвать черным солнцем. И здесь появляется интересное соответствие черному квадрату Малевича с средневекомыми построениями европейских алхимиков сол нигер солнце черное был такой алхимический термин. Это считался промежуточный, точнее первый этап в построении великого опуса опус магнум, то есть в притворении тел, в изменении физической структуры тел. Алхимики, как известно, если сильно упрощай, можно сказать, старались превратить разные вещества в золото или философский камень. Так вот, одним из этапов считалось развоплощение каких-либо тел и процессе развоплощения почернения. Об этом писал, например, еще такой неоплатоник, философ-мистик и философ эпохи возрождения Марсилио Фичино. Так вот, Солнигер, Черное Солнце считалось первым этапом такого притворения одних тел в другие, развоплощения и почернения. Откуда мог знать это Малевич? Может быть, он этого и не знал. Может быть, он знал с алхимическими и мистическими идеями о Черном Солнце и с сочинений Елены Блаватской, Работы которые были весьма популярны и которые писала о мистическом смысле Черного Солнца в своей книге, изданной по-русски в 1888 году. Соответственно, можно предположить, что в победе над Солнцем речь шла о почернении или смерти Солнца и рождении некоего нового Солнца, который, видя царственного младенца, это слова самого Малевича, примерно через полтора года и был рожден в виде картины, которая находится сейчас в сильно потрескавшемся состоянии в Третьяковской галерее. Некие прообразы Черного квадрата появлялись не только в заднике на неисчезнувшем, но и в костюмах, как, например, в костюме похоронщика, где вся верхняя часть торса представляет собой ничто иное, как Черный квадрат. Или, например, в этой его картине, которая была сделана в следующем году, спустя несколько месяцев после победы над Солнцем, и которая называется «Англичанин в Москве». Чрезвычайно интересная картина. Ну, чтобы все не гадали, где же тут Черный квадрат, это цилиндр, который почти квадрат. почему англичанин, мне вполне ясно. Вполне может быть, что это символический портрет Давида Бурляка, товарища по футуристическим рядам. Он был одноглаз, и здесь половина лица с одним глазом у него закрыта, вот этой рыбой. Тут есть ложка, знаменитая деревянная ложка, с которой он разгуливал, вставив ее в петлицу. Но дело даже не в этом, Бурлюк это или нет, а в том, что здесь существует много тонких и малозаметных деталей второго плана, которые делают эту картину чрезвычайно любопытной и существенной для нашей темы победа над солнцем. Тут есть ряд, скажем, христианских мотивов. Это рыба, символ Христа, пила, которая находится вверху справа, символ или образ Иосифа, плотника. Есть и лестница, как лестница духовное восхождение. Есть свеча, сабля. Можно вспомнить слова «я пришел принести не мир, но меч». И даже слова «скаковое общество», которые прочитываются с правой стороны, при достаточно богатом и живом воображении могут ассоциироваться с апокалипсическими всадниками. Теперь, что это за прихотливо написанные слова? Затмение частичное. Сейчас скажу. Но сначала мы посмотрим на другое частичное затмение и другой черный квадрат, который есть в этой картине. это частичное затмение с Моной Лизой из частного собрания, сделанное в то же самое время, спустя несколько месяцев после победы над Солнцем. Здесь, как мы видим, репродукция Джаконды перечеркнута двумя крестиками, занимает это вообще подчиненное положение, а на самом выигрышном, месте, которое сразу бросается в глаза, изображен черный квадрат и здесь снова частичное затмение. Взялось это от, видимо, постоянных раздумий на солнечную тему и на то, что Солнце может перестать светить. А кроме того, был и вполне конкретный повод, а именно частичное солнечное затмение, которое произошло 4 апреля по старому стилю или 17 апреля по новому 1912 года. и которое произвело большой интерес. В России, вот в Петербурге, люди через закопченные стеклышки смотрят на Солнце, уменьшившееся до тоненького полумесяца. Или вот такая фотография того же Карла Буллы, вид павильона на Марсовом поле, построенного специально для наблюдения над солнечным затмением в виде вот такой обсерватории с куполом, куда пускали всех желающих за небольшую плату посмотреть на затмение и карту звездного неба. Соответственно, эти темы солнечного затмения, угасания солнца, наступающие тьмы были популярны в обществе, в художественных кругах и в символическом плане, и во вполне реально материалистически астрономическом, если так можно выразиться. Кроме того, существовал интереснейший момент, который я называю солярофобией и гелиомахией авангарда. Во множестве текстов, множество деятелей авангарда эти мотивы присутствуют. Ну, разумеется, все вы можете вспомнить Маяковского, который задирал свойственно ему несколько хулиганской футуристической манере солнце и говорил, называл его дармоедом. Дармоед занежен в облакаты, а тут, не зная ни зимний лет, сиди рисуй плакаты, ну и так далее. Кроме того, был ряд других текстов и поэтических, и художественных. Несколько позже, в начале 20-х годов, ряд литераторов мотивы борьбы с солнцем или поедания солнца. Например, в детских книжках был популярен мотив поедания солнца или волком, или крокодилом. Помните, горе-горе-крокодил наше солнце проглотил. До этого были тексты менее известные, но более серьезные. В частности, эти солнцеборцы боролись не столько с солнцем, как таковым, но и с предыдущим поколением красивых отцов-соперников. В частности, с Константином Бальмонтом, который писал в своем сборнике 1902 года «Будем, как солнце, оно золотое, в этом залог красоты». Или «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце». Бальмонта футуристы ненавидели просто лютой ненавистью и говорили, что это не стихи, а парфюмерный блуд. Говорили они это в манифесте под названием «Пощечина общественному вкусу». Также они отзывались о Бальмонте в зашифрованном виде непосредственно в тексте. Я сейчас отсюда попробую прочесть, где один из персонажей вбегает молодой человек, поет испуганную песню «Д storm кэнтэнэлка ба-ба-ба-ба-ба гибнет Родина от стрекоз чертит лилии паровоз слышен шум пропеллера ». Так вот, я думаю, что «Гибнет Родина от стрекоз и дальше лилии» это перефраз стихов Бальмонта. У него были такие стихи «Под небом близким 色 родным родным, и стаи пестры стрекоз, под солнцем, точно под дождем, соответственно, у крученных гибнет родина от стрекоз. А бессмысленные, казалось бы, буквы КН, КН, ЛК, М, это, я думаю, ничто иное, как зашифрованные аббревиатуры их собственных имен, то есть фамилии КН, это Крученных, ЛК, это Хлебников, и М, это вполне может быть Малевич, тогда как БА-БА-БА-БА, разумеется, БАЛЬ-МОНТ. Надо сказать, что Крученых писал зашифрованные заумные тексты в такой манере, которые оказывались отнюдь не всегда полностью бессмысленными, если вчитаться, во многих его текстах можно разобрать некий хитроумно запрятанный смысл. Например, вот такое у него было стихотворение только из гласных букв «О-Е-А, У-Е-Е, И-А-Е-Е-Е». Что бы это могло значить? А это всего лишь гласные буквы из текста, которые тогда знали все, да и сейчас, наверное, должны все знать. А именно, «Отче наш, и же еси на небеси», «О, Е, А, И, Е, Е, У», то есть все гласные буквы из этих слов. Это открыл еще замечательный филолог Марков, работавший в университете Калифорнии в Беркли. Вот. Эти же аббревиатуры я распознал на свой страх и риск, но доселе никто из специалистов меня не опроверг. Окей. Я уже упоминал о том, что у Малевича был рисунок машина, пожирающая солнце при помощи электричества. То есть явно имелась в виду очень лично заинтересованная позиция футуристов к солнцу. Солнце как символ старого мира, как символ натурального биологического порядка вещей, который в новом мире должны были заменить машины, механизмы, рукотворные светила, электрификации всей страны, и, как известно, дальше был лозунг «Коммунизм плюс советская власть и электрификация всей страны». Так вот, это было еще не все. Существовало и некое главное солнце. Главное солнце, которое требовалось победить. И это главное солнце было ничто иное, как солнце русской поэзии, то есть Пушкин. В пятой картине, в тексте у Крученых, его персонажи говорят «Мы выстрелили в прошлое». Так вот, я, работая над текстом, попытался собрать осколки результата этого выстрела и собрать из этих осколков или астраконов новый бравый текст. Существует несколько различных интертекстуальных линий со множеством аллюзий, потому что, вот Бальмонт я уже приводил, есть масса других интересных примеров, но из множества этих интерконтекстуальных линий я вытяну здесь только одну, пушкинскую. Давайте попробуем представить победу над солнцем, как победу над солнцем русской поэзии. Кто так назвал Пушкина? Князь Адоевский так назвал Пушкина в своем некрологе. Солнце русской поэзии закатилось. А теперь надо сказать несколько слов о весьма специфическом отношении футуристов к Пушкину. Ну, во-первых, мы уже знаем, что они его первым номером хотели сбросить с прохода современности в своем первом манифесте. Во-вторых, не далее, как за месяц до премьеры победы над солнцем, Давид Бурлюк читал лекцию в Тенишевском училище, он читал лекцию под названием «Пушкин и хлебников». И он, конечно, говорил, что хлебников лучше, чем Пушкин. И Пушкина он называл мозолью русской жизни. Почему мозолью? Ну, они любили такие малоаппетитные образы и метафоры. А метафоры это отсылают, разумеется, к словам Виссариона Белинского, который называл Пушкина энциклопедией русской жизни. Ну, то, что было для предыдущих поколений энциклопедии, для поколения, этого стало мозолью. Там же в этой лекции Бурлюк говорил, мы находимся к Пушкину под прямым углом. Интересно, что это поясняет слова путешественника, это был такой персонаж, один из героев Победы над солнцем, путешественника в первом действии, который говорил, «Я буду ездить по всем векам. Я был в 35-м, там силы без насилия, и бунтовщики воюют с солнцем. И хоть нет там счастья, но все смотрят счастливыми и бессмертными. Неуявительно, что я весь в пыли и поперечный». Так вот, поперечный – это, по сути дела, под прямым углом. Интересно, что он был в 35-м веке. Это же цифра, цифр там, кстати, крайне мало, но вот эта цифра 35, или число 35, появляется еще раз в качестве номера над дверью на мозге этого дома, который хочет открыть Толстяк. Толстяк – это такой отрицательный персонаж, он пытается открыть дверь, дверь не откажется. Так вот, вполне может быть, что это относится к Пушкину. Ну, 1835 год – это год журнальных нападок на Пушкина. То есть, в переводе на язык крученых, бунтовщики воюют с солнцем. А почему, если мы вспомним выражение «все смотрят счастливыми и бессмертными», так это же золотой век русской поэзии. Но для крученых это не что иное, как пыль минувшего. Помните? Я весь в пыли. Пыль появляется еще несколько раз. Например, второй силач, который разрывал занавес, в первом же действии говорит «Солнце, ты страсти рожала, и жгло раскаленным лучом, Задернем пыльным покрывалом, заколотим в бетонный дом, Ну, здесь можно каждый из этих процитированных четырех строчек найти соответствие у Пушкина. «Солнце, ты страсти рожала» – это известная страстная африканская в кавычках «натура» Пушкина. «И жгло раскаленным лучом» – глаголом «жечь сердца людей». «Задернем пыльным покрывалом» – помните, что Евгений Онегин сделал? «И полку с пыльной их семьей задернул траурной тофтой». Кстати, о покрывале. Я уже говорил, что два силача раздирали эту завесу, а раздирание завесы – это не что иное, как предвещание или предчувствие смерти, как было сказано у евангелистов, и завеса в храме разодралась надвое. Далее. Есть еще стихотворения, которые явно восходят полемически к Пушкину. Я их пропускаю. Вот, например, он писал. «Устраиваем резню пугалей, сколько крови, сколько сабель и пушечных тел. Мы погружаем горы». Ну, здесь, правда, первейшая ассоциация возникает не с Пушкиным, а с своим младшим современником Лермонтовым. «Рука бойцов колоть устала, и ядром пролетать мешала. Грова кровавых тел». В принципе, слова все те же, но крученых их переначивает, модифицирует и используется другим значением. Кстати, слово «пушки», «пушечных тел», появляется здесь первый раз. А это всего седьмая строчка либретто. В дальнейшем слово «пушки», «пушки», «пушки» повторяется многократно. Полемика с Пушкиным продолжается следующим персонажем по имени Путешественник, который говорит. «О, я смел, закопчу путь свой и следа не оставлю». Ну, здесь явная полемика с известными словами. К нему не зарастет народная тропа. К этому же тексту Пушкинскому, к памятнику, возвращается персонаж под названием «Злонамеренный». И «Злонамеренный» говорит. «Но памятник себе поставил». Тоже не глуп. Вот это тоже имеет отношение к памятнику Пушкину. Далее появляется Забияка и вызывает на дуэль. Ну, дуэль ассоциируется опять же с Пушкиным. Странный персонаж, который у нас промелькнул ранее, Нерон и Каллигула в одном лице. В ремарках он записывался «Н» и «К», то есть «Ник». Он несколько раз говорит фразу «Непозволительно так обращаться со стариками». К общему контексту это не относится и выглядит полностью бессмысленным. Но, если мы вспомним, что существовал такой старший современник Пушкина, Николай Карамзин или Ник Карамзин, историк, который писал и о Нероне, и о Каллигуле, то вполне может быть, что это вот такая посредованная аллюзия или отсылка к Пушкину, к пушкинскому времени. А что значит «непозволительно так обращаться со стариками»? Здесь можно вспомнить о том, как пытался Пушкин обойтись женой Карамзина. «Непозволительно». Далее. В конце второго действия объявляется смерть Солнца. Идет шествие похоронщиков, и потом появляются несущие Солнца. Несущие Солнца, так они значатся в ремарках. И говорят такой текст. «Мы вырвали Солнце со свежими корнями, они пропахли арифметикой, жирные». Почему арифметикой? Может быть, имеется в виду метрически правильно размеренная поэзия пушкинского типа. Вспомним, что Хлебников в одном из манифестов, слово как таковое, манифест того же 13-го года, писал со своими товарищами «Нами сокрушены ритмы». Хлебников, здесь его имя появляется в тексте, «выдвинул поэтический размер живого разговорного языка. Мы перестали искать размеры в учебниках. Всякое движение рождает новый свободный ритм поэту». Слово как таковое 13-го года. Так вот, таким образом, они свободны от всякого рода сложных ритмических вычислений. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо за внимание. Меня зовут Никита Чапусенко. И вот вы сказали, что массовые манифесты получили больше славы, чем художественные продукции. А почему так? Манифесты показывали то, чего художники хотели. И здесь они более определенно могли это высказать. И они дерзали. Когда же дело доходило до реальной художественной практики, то иногда у них были объективные причины. В частности, у Малевича для его костюмов не было хороших материалов. Картон и проволока выглядело, наверное, не очень хорошо. Но главное, разумеется, не это. А главное то, что между художественной декларацией и реальным созданием эстетически значимого произведения искусства есть некоторая разница. Это во-первых. Во-вторых, очень часто их книжки издавались маленькими тиражами. На их выставки ходило не очень много народа. Хотя в условиях тогдашнего культурного общества в процентном отношении они пользовались успехом и популярностью. И на скандальные выставки народ валом валил. Тем не менее, когда вот такие декларативные манифестарные тексты печатались в газетах, аудитория была больше, шума было больше, и эти манифесты играли свою очень важную роль. Донести, что есть вот такие допчинские-бопчинские, и что, смотрите, мы еще тут наваяем. Я это несколько утрирую, но вот разница между декларацией и реальным продуктом как раз и показывает, что иногда декларировать легче, чем создать реальный продукт. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...